В некотором смысле это очень важно, потому что я, наверное, не ошибусь и поэтому немножко побаиваюсь, в общем, откровенно говоря, говорить об исихазме, по той простой причине, что по сути своей, в некотором смысле, исихазм это и есть православие. То есть это то, что мы хотим вложить в смысл этого слова, но не вкладываем. Более того, я такой вовсе не один, и я, мягко выражаясь, никак не могу считать себя авторитетом, поскольку сейчас существуют авторитеты в исследовании исихазма. Но мне кажется, что сам по себе этот феномен важен и на этих лекциях мне именно поэтому хочется о нём поговорить, поскольку мне кажется, что именно он, этот феномен, и определил так или иначе то, что мы называем русским сознанием или даже русским мессианством, не православие как догмат, а исихазм как практика этой религии. То есть всё то, что мы более всего уважаем в православии, то есть старцы русского православного возрождения 18-19 века, Оптяной пустыни, Девеева монастыря, были исихастами, конечно, и вообще всё то святое, что связано с русской мыслью, Сергий Радонежский, например, это, вне всякого сомнения, именно исихазские практики. Прежде всего, поскольку это есть по сути практики святости, а у нас даже сейчас есть, я не хочу эти два слова смешивать, Но вот если вы обратите внимание, сейчас в большой моде такое понятие культовый. Ну, в некотором определённом смысле культовый фильм – это фильм священный для какой-то субкультуры. Она, ну, там, может вокруг этого фильма образоваться или нет. Так вот, подлинно священная суть православия, в общем, в строгом смысле этого слова называется исихазмом. И, с другой стороны, понятно, что исихия – это вовсе не всё православие. Но, тем не менее, всё, что мы знаем о подвигах святости в нашей религии, так или иначе связано именно с этими духовными практиками. Более того, есть крупные учёные, такие вот, например, как Герий Прохоров, который, вообще, впервые эта идея принадлежит отцу Иоанну Мейендорфову, о котором я рассказывал на прошлой лекции, который был представителем зарубежной православной церкви, и который, на самом деле, ну, как бы сделал самое главное в изучении исихазма. Так вот, с точки зрения отца Иоанна, который целый ряд современных учёных развивает, вот таких, как Герий Прохоров, Сергей Сергеевич, Хоружев и целый ряд других, они говорят о политическом исихазме, то есть о том, что русские исихасты, такие, как Стефан Пермский, Сергий Радонежский, создавали политическую идеологию формирования русского человека. То, что происходило на Руси до XVI века, многие считают, ну, как бы, русским средневековьем, а некоторые учёные считают, наоборот, русской эпохой возрождения, возрождение русского духа, и эпоху эту тоже связывают с возрождением, в первую очередь, исихазма на Руси. Более того, вообще, всё то, что обсуждается в исихазме, обсуждается там мало, собственно, в практике, поскольку она практика, да, но обсуждение исихазма, они в действительности сегодня необходимы. И для того, чтобы понять вот ту загадку, которая является, которой является русский национальный характер, мы очень сложно об этом говорим, но всегда не очень понимаем, что происходит. Ну, например, я считаю, что психологам и психиатрам сегодня невозможно не понимать, что такое исихазм, по той простой причине, что в XIV веке святой Григорий Палама, создавший богословие исихазма, впервые, дело было в Византии, и он тоже понимал это богословие как политическое учение, в первую очередь, и это было последним византийским возрождением, как бы попыткой собрать разрушающуюся Византию. Он говорил, он, собственно, создал богословие, которое сегодня называют богословием энергии. И в некотором смысле мы с вами вот на этой схеме буквально именно так это и понимали же, правда? Как энергию, исходящую из некоторого метафизического центра или метафизического целого. И главный спор психологии XX века, он заключается именно в этом, в источнике психической энергии. И, к сожалению, величайшему, вот, если мы, как бы, как только вопрос заходит о функционировании души с точки зрения энергии, а это, на самом деле, центральный вопрос функционирования души вообще, то возможны только два варианта. Мы либо создаем теорию о том, что эта энергия основана на влечениях, то есть Фрейдову теорию практически в основе своей, поскольку ведь главное, что постулировал Фрейд, это происхождение психической энергии. Он сказал, душой ведет половой влечей. В некотором смысле, единственной альтернативой этому является представление о божественной энергии в антропологии, то есть учении о человеке Григория Паламы и Паламидов, его продолжателей и последователей. Не хочу погружать вас в достаточно непростые богословские споры, но в сущности, как мне кажется, это главный и мучительный водораздел сегодняшней культуры. Он заключается в том, что либо человеком движет пол, и тогда все чувственные практики, приносящие удовольствие, и являются смыслом человеческой жизни, или человеком движет божественная энергия. Ну, Паламу обвиняли, и сейчас обвиняют в том, что он как бы отделил понятие божественной энергии от божественной сущности. Это давний сфоластический спор, и если Фома Аккинский утверждал, что сущность Бога и его энергия суть одно и то же, то Палама сказал, нет, человек не может почувствовать сущность Бога, но он может почувствовать его энергию, поскольку он создание этой энергии. И это на самом деле центральный вопрос, потому что это вопрос о началах, о том, что запускает работу человеческой души, в чём причина человеческого бытия. Вот ведь что такое. Вопрос о энергиях на самом деле. А есть и третий, долг. Сложная история, потому что слово долг, ну, как минимум, из уважения к этому слову, требует отдельной лекции, правда? Но, если хотите, чтобы я ответил на это коротко, то, наверное, я отвечу, потому что долг, это, вне всякого сомнения, проявление божественной энергии. Божественной, потому что, как вам сказать, ну, вот, всё же очень просто. И Родина – это тоже проявление божественной энергии. И причина этого очень проста. Даже если Родина не требует, Родина как политическое образование, государственное, экономическое, не требует от человека выполнения своего долга, он его чувствует как долг. и Родина, и долг – это понятие метафизическое, а не физическое. Поскольку, да, но вот мы живём, это поэтому, поэтому вопрос, между прочим, об эссихии – это вопрос политический. Он именно так и понимался. Вот мы живём в мире, в котором Родина говорит, самое главное – не получайте никакого образования, растите идиотами и потребляйте товары. Ну, это же не значит, что человек воспримет долг перед Родиной именно так, как она говорит. Он его воспримет как-то по-своему. Иногда прямо противоположным тому образом, каким, чего от него требует Родина. Понимаете, какая штука. А уж если вы используете слово «Родина-Мать», то в отечественных архетипах это настолько неразрывно связано с Богоматерью, что попробуй оторви, в общем. Так что это не такая простая история. Мы в прошлый раз остановились, но просто я не знаю, с какого конца к огромному массиву эссихазма подойти, потому что... Давайте как бы чуть-чуть продолжим то, о чём я начал говорить на предыдущей лекции, я попробую объяснить. Итак, где-то на грани V века нашей эры образовались несколько форм монашества. Это монашество было, в первую очередь, киновийское. То есть, или киновийное. Общественное монашество. Киновия – это общественная жизнь. Да, ну, мы собираемся в монастыре общину, в общину, и в этой общине мы вместе молимся, вместе выполняем общественные работы. Общежительное монашество. И монашество анахорецкое, артшельническое, пустынно-жительское. Вот чуть позднее, где-то в конце V-начале VI века, к ним присоединился такой вид монашества, который получил название идиоритмическое монашество. В смысле некого ритма мысленной жизни. Это скитское монашество. Мы все знаем, что такое скит, но на самом деле скит – это уединенные кирии, в которых монах оказывается в одиночестве большую часть дня, но в определенные часы выходят молиться вместе с братьями, или выходят участвовать в каких-то общественных делах, создавая тем самым вот такой непрерывный ритм общественной молитвы и уединения. Вот так появились скиты, в частности старческие, существование которых, все знаете, житие раздельно, а богослужение общее. Почему? Собственно, для проведения исихиатских практик и понадобились скиты в общежительных, киновийных монастырях по той простой причине, что для собственно духовной практики требовалось уединение. Она была и есть, невозможна во время общей молитвы. Ну, как бы с первым этапом этого духовного делания, мы с вами о нем довольно подробно поговорили, на прошлой лекции, я решил, что самый простой вариант это есть такая замечательная книжка, авторство которой спорно, которая называется «Откровенные рассказы страннику, духовному своему отцу». Она появилась в середине 19 века и стала самым популярным руководством по исихиазму. Это очень короткая книжечка, она состоит из вопросов и ответов, а в качестве приложения к ней всегда с самого начала публиковались некоторые самые важные для исихастов, для исихи, для умного делания тексты. И поэтому я вот из этого приложения, которое называется «Три ключа ко внутренней молитвенной сокровищнице и свято-отеческое наставление о молитве». Я вам прочту чего-нибудь. и я думаю, что даже сейчас я найду. вот есть такое «Между прочим, одно из самых знаменитых». «Наставление Никифора-монаха». Никто не знает, кто этот Никифор-монах, но этот текст вошел в добротолюбие, о котором я рассказывал в прошлый раз. Ну так вот, цитирую. «Вы, которые желаете восприять огонь небесный сердечно в чувстве и опытно познать, что есть Царствие Небесное, внутрь вас сущее, приидите, я поведаю вам науку небесного жития или лучше искусство, которое без труда и пота вводит делателя своего в пристанище бесстрастия. Через падение мы вышли вовне, возвратимся же к себе, отвращаясь от внешнего. С Богом примирение и сроднение невозможно для нас, если мы наперед не возвратимся к себе и не войдем внутрь от вне. Только внутренняя жизнь есть истинно христианская жизнь. Асем свидетельствуют все отцы. Так брат спросил Авуа Агафона, «Что важнее, телесный труд или хранение сердца?» Старец ответил, «Человек подобен древу, труд телесный листья, а хранение сердца плод». Святой Листвичник говорит, «Заключай дверь кельи для тела, дверь уст для языка и внутреннюю дверь для лукавых духов, сидя на высоте, то есть утвердив внимание над сердцем. Наблюдай, если ты искусен, какие и в каком числе подходят тати, чтобы войти в виноградник сердца твоего и покрасть грозды». «Утрудившись надзиратель, то есть внимающий сердцу, встав помолится, потом опять садится и мужественно берется за то же дело, то есть внимание к сердцу и молитву». Вот это, когда я говорю «то есть», это комментарий автора откровенных рассказов Страдника. «Известно, что дыхание, которым мы дышим, через легкие проводит воздух до сердца. Итак, сядь и, собрав ум свой, вводи его сим путем дыхания внутрь, понуть его вместе с сим вдыхаемым воздухом, не зайти в самое сердце и держи его там, не давая ему свободы выйти, как бы ему хотелось. Держа же его там, не оставляя его праздным, но дай ему следующие священные слова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, и пусть Он повторяет их день и ночь. Попекись навыкнуть всему внутрь пребыванию созначенной молитвою и блюди, чтобы ум твой не скоро выходил оттуда, ибо вначале он будет очень унывать от такого стеснительного заключения внутри. Зато, когда она выкнет, ему там будет весело и радостно пребывать, и он сам захочет остаться там». Как человек, возвратившийся с чужой стороны в свой дом, сам себя не помнит от радости, увидев опять жену и детей, так ум, когда соединится сердцем, исполняется неизреченной радости и веселья. «Если ты успеешь войти в сердце тем путем, который я тебе показал, воздай благодарение Богу и держись этого делания всегда, оно научит тебя тому, о чем ты и не думал. Если же немного потрудившись, ты невозможешь войти в страны сердца тем способом, которое я тебе показал, то делай, что я тебе еще скажу и с Божьей помощью найдешь искомое». Известно, что словесность человека, внутреннее слово, слово, каким беседуют с собою, есть в персях, в теле тубеже. Ибо там, внутрь персей, когда молчат уста, говорим мы с собою и совещаемся, и там молитвы творим, когда на память мысленно читаем их. И псалмопения там ведем, и всякую другую беседу с собою. Этой то словесности, отняв от нее всякий помысл иной, и дай говорить непрестанно «Господи Иисусе Христе, Сыне Божи, помилуй меня». И понуть себя вместо всякой иной речи, это одно вопить внутри. Продержись терпеливо в этом делании несколько времени, и тебе откроется через это вход в сердце без всякого сомнения. Вместе с таковым многожелательным и радостным и радостным внитеем в сердце и стражем его вниманием. И придет к тебе весь лик добродетелей любовь, радость, мир, долготерпение, кротость и все прочее. Собственно, это все. Это очень красивый, краткий поэтический вариант изложения главной практики эссихазма. Правда, для того, чтобы заниматься этой практикой, надо получить благословение своего духовника, было и есть. И в общем, борьба с помыслами, как мы с вами это видели в прошлый раз, есть штука в высшей степени трудная. И здесь очень часто человек нуждается в советах того же душеводителя или духовника. Поэтому все не так просто, как это здесь звучит. Вот я могу какой-нибудь еще вариант почитать. Вот Святой Симеон Новый Богослов. Интересно. Три вещи тебе надлежит соблюсти прежде всего. Без попечения о всем, даже о благословном, а не только неблагословном и суетном. Или иначе должно умертвее всему. Совесть чистую нужна во всем так, чтобы она ни в чем не обличала тебя. И совершенное беспристрастие, чтоб помысел твой не клонился ни к какой вещи. Потом сядь в каком-нибудь особенном и безмолвном месте уединенно, затвори дверь, отвлеки ум свой от всякой временной суетной вещи, склонись к груди головой своей. И таким образом стой вниманием внутри себя самого, не в голове, а в сердце, возвращая туда и ум свой, и чувственные очи свои, и приудерживая несколько дыхания свое. Там, имея свой ум, стараясь всячески обрести его, где сердце, чтобы обретшись его, там уже всецело пребывал ум твой. А я опять. Вначале найдешь ты там внутри тьму некую и жесткость, но после, если будешь продолжать это дело внимания, это дело внимания, непрестанно день и ночь обретешь некую непрестанную радость. Ум, подвязаясь всем внимании, улучит место сердца и тогда тотчас увидит там внутри такие вещи, каких никогда не видывал и не знал. Всего момента, с какой бы стороны ни возник и не показался какой-либо помысл, прежде чем он войдет внутрь и помыслится или вообразится, ум сам тотчас прогонит его оттуда и уничтожит именем Иисусовым, то есть Господи Иисусе Христе помилуй меня. Всего так же времени ум начнет иметь гнев на демонов, гнать их и поражать. Прочее же, что обыкновенно последует за сим деланием с Божьей помощью, сам из опыта узнаешь, храня внимание и держа Иисуса, то есть молитву Его, Господи Иисусе Христе помилуй меня. Еще один вариант описания. еще раз повторяю, это почти все. опирается цитата на фразу из Псалмов «В сердце моем скрых словеса твои». Ну, во-первых, обратите внимание, в Исихии нет сомнений, что демоны это внутренняя сила. Тут практически напрямую описываются демоны как страсти, как прелоги, как собственно род помыслов человеческих, которые пытаются охватить душу. А во-вторых, что во всей этой истории, почему я считаю, что вот понимание, ну, по крайней мере, роли Исихазма в том, что мы называем православием, чрезвычайно важно. Понимаете, какая вещь? Сергий Радонежский, Стефан Пермский собственно говоря, учили, что в сердце человеческом скрывается дорога к Богу. Они учили, что путь к ней, вот если вы слышали то, что я читал, в общем, не так сложен. Он требует определенного рода усилий, несомненно. а дальше я все время вспоминаю наше недавнее политическое прошлое, например, лозунг «Выбирай сердцем», который действовал, между прочим, просто вот как магический заговор. И вообще, если вы задумаетесь о колоссальном значении метафоры сердечной в русском языке и культуре, то вы поймете, что это одна из ключевых метафор великой русской литературы. вот это самое «А ты почувствуй сердцем? А что тебе сердце подсказывает? А что в сердце твоем? Я хочу, я пытаюсь сказать, что, в общем, как бы результат результатум именно психазма как политики явилось, на мой взгляд, то, что русский человек заболел в кавычках и сихией и без Бога. то есть огромное количество парадоксов русской души, не сложной, мистической, не ее прорыва к фаворскому свету, на мой взгляд, связано с этим чувством, что Бог живет где-то у меня в сердце, и это недалеко. и если рационалистическое мышление свойственно, ну, давайте, скажем так, европейской цивилизации, хотя вы же понимаете, что я говорю кратко и по тому условию, надо разбираться в том, что такое европейская цивилизация, Балканы, это тоже Европа, в общем, ну, как бы в таком общепринятом смысле этого слова. Основан на рационализме, то, на мой взгляд, русское мышление основано на неком полуосознаваемом или плохо осознаваемом чувстве того, что Бог где-то рядом. эдакий, 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 если я, можно поговорить о причинах, но это будет сложновато, поскольку это тоже отдельная тема. но если для католика величайшей ценностью являются расчеты и вообще логически обоснованная правильная жизнь, то для нашего человека главной ценностью являются спонтанные и иррациональные поступки. Самые гадкие из них, самые страшные совершаются с такой нечеловеческой иррациональной злостью, что даже за ними можно усмотреть в глубине некоторую страшненькую форму искренности, такую эсхатологию, последнее испытание, а есть ли Бог во мне? Это ведь не даром, ну в общем банальное убийство Раскольникова вырастает в Достоевском в такую колоссальную апокалиптическую проблему, и она ведь действительно такова. у нас ну например раз пришла Маргарита, скажем современные художники, я о них как-то уже разглагольствовал, я понимаю, что с ними происходит. Вот что такое человек, который ищет в себе гениальность, он на самом деле ищет в себе некоторую спонтанность, что значит это спонтанность, импульсивность, непосредственность искусства, о которой так много говорят. Да в общем это значит буквально следующее, ну моими же устами или моим сердцем, вот если я сердце свое раскрою и спонтанно выплесну, то это значит моими устами говорит Бог. И тогда меня надо нести на то ли на эшафот, эшафот годится. как бы то ли на пьедестал, в общем куда-то нести. А мой текст кто-то умный расшифрует. Я же Бог, ну да вот Бог сказал притчи, и до сих пор расшифровывают. Ну только меня будут расшифровывать там, я не знаю, искусствоведы, критики. это вообще такая, я думаю, вообще тенденция современного мира, потому что постмодернизм с его философией настолько все запутал, скажем так, настолько не оставил никаких оснований для мышления, просто оттолкнуться не отчего. Что везде и всюду стала цениться спонтанность. Только не надо забывать, что это в высшей степени узнаваемая вообще говоря вещь, тоже имеющая непосредственно отношение к исихазму, поскольку величайший, как мы говорили, подвиг исихии, полностью соответствующий словам апостола Павла «хочешь быть мудрым в мире всем стань безумным» это юродство. Юродство это полное и тотальное следование открытия себя Богу, отказ от мира при сохранении себя в мире. Да, абсолютное и тотальное следование тому, что ты улавливаешь в глубине сердца своего. И это очень сложный феномен, и говорить о нем в целом практически невозможно, потому что тогда были, например, в середине 19 века в Москве братья 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 корейши. В общем, они, как многие другие эродивые, не стану перечислять, чтобы никого не обижать, то было давно, и в общем, как-то сейчас редко вспоминается, они были слабоумными от рождения. Но представляете себе, сколько таких слабоумных в середине 19 века было в Москве. Ну, я думаю, что несколько тысяч, так точно, хотя и народу было меньше, но все равно, условно, конечно, никто этого сейчас посчитать не может. Кто выбрал из них двух братьев, объявив их святыми? Люди. Я думаю, что не люди. Не все. Да, я думаю, что были, то есть, точно, были авторитетные батюшки, которые сказали, вот они, да, вот ими, их устами, как младенцев, глаголит Бог. И, в общем, собирали песок, на который писали братья-корейши, его ели, им натирались, там, ну, в общем, с ними было связано целое безумие, целые толпы пытались интерпретировать их, вы хлепите какие-то предсказания. Вот если вы задумаетесь, вы поймете, что то же самое сегодня происходит с художниками, только на коммерческой основе. И вот почему об этом заговорил. Вот очень легко увидеть, что я имею в виду под исихазмом без исихазма. Я не буду называть там фамилию. Мне сегодня, ну, разговаривали мы сегодня об одном современном театральном драматурге, режиссёре. и молодой человек, который мне о нём говорил, он говорит, я, наверное, Александр Геннадьевич тупой. я читаю пьесу, ну, там, как бы, вот, то такие, сладкая сентиментальность, то отборный мат, потом опять сладкий, потом опять отборный мат, и всё. Я, наверное, что-то не понимаю. Нет, что-то, наверное, в этом такое и есть. Потом влезу в интернет, открываю критическую статью по той же пьесе. Там написано, эта пьеса представляет собой метафору разговора с Богом. Все трепещут. Что пытается сообщить критик? Он пытается сообщить, это настоящий еродивый. Просто всё это, вот это, весь духовный пласт, он существует там внизу забытый, потому что вот этой самой практикой умного делания, да, именно так она называется в откровенных рассказах странника своему отцу, никто и не думает заниматься. Но все себя считают народом-богоносцем, забывая о том, что народ-богоносец это политическая идея, ну, в нашем современном понимании этого слова, имеющая в виду народ-исихаст. народ, творящий умное делание и поэтому имеющий возможность действительно сначала почувствовать в сердце Бога, а потом с помощью этого чувства отличать добро от зла, праведность от неправедности. конечно же, именно божественная близость не где-то далеко, а в моем сердце была наиболее соблазнительна для самолюбия человеческого. Да, народ-богоносец, Третий Рим. но о том, а? Последний оплот, только забыли маленькую составную часть уравнения, что вообще-то создатели этого политического, этой идеологии имели в виду монастырь в миру, сейчас есть такое общественное движение, как бы, ну, уже давно есть, как бы, то есть каждый творит умное делание и это формирует, создает цивилизацию. Я думаю, что правы те люди, которые считают, что собственно призыв Сергия Радонежского и тот молитвенный опыт, который помог победить в великих битвах, он в определенном смысле создал оригинальную русскую культуру, то есть именно он, ну, например, ведь многие же удивляются и до сих пор удивляются, каким образом столько лет, ну, хорошо, да, там, Гумилев считал, что это было не совсем иго, столько лет татаро-монгольского иго, я хочу сказать, в общем, не произвело на культуру существенного влияния. я забыл слово, Валь, это самое, в Испании, как Мудыхар вспомнил, ну, в Испании, да, она была под владычеством арабов. После эпохи завоеваний главный культурный стиль Италии это стиль Мудыхар, то есть это сочетание арабского и христианского стилей арабской архитектуры и готики. Необыкновенно это дает совершенно необыкновенное ощущение, но это именно сочетание двух культур. Да, несмотря на то, что арабов ненавидели, их уничтожали, это было сто лет войны, но тем не менее на культуре это оставило свой единый отпечаток. А вот русская культура, ну, разве что вот говорят о том, что обилие золота, но обилие золота, отвечают Исихасты, это фаворский свет, это попытка передать то самое ощущение огня, вот этого нетварного света, которое вспыхивает в сердце Исихаста при сохранении внимания. Очень важно, это очень важно, сохранение внимания именно. Это, на самом деле, очень активная практика, она ни на секунду не пассивна, это постоянное сохранение внимания, потому что, а помните, мы говорили же об этом, собственно, ты призываешь Бога, а Он отвечает. Но так, как Он оставляет тебя свободным, Он делает это очень незаметно, и ты должен научиться слышать это, понимать, чувствовать. где-то, к тому ему Иоанну Нового Богослова были эти замечательные. «Святой Исихий» и «Святой Исихий» радости и тишины исполняется от крайнего внимания, которое так необходима для молитвы, как светильня для лампадного света». и «Святой Исихий» и «Святой Исихий» и «Святой Исихий» «Если будешь устно произносить Иисусову молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», иногда же сокращенно «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Григорий Синаид присовокупляет, что сокращенное призывание удобнее для новоначального. Впрочем, не отрицает и того, и другого, советуя только нечасто переменять молитвенные глаголы, дабы удобнее приобвыкнуть к призыванию. А чтобы еще более возбуждаться к беспрестанному творению молитвы, учащийся полагает себе в правила, смотря по времени, известное количество раз призывать. То есть, столько-то сотен или тысяч молитв по четкам проговаривать в день и ночь. не спешно, а изречество, люблю я русские слова, изречество, напрягая язык и уста. По некоторым времени, по некоторым времени уста и язык упражняющегося, получают таковое навыкновение и как бы самодвижность, что уже без особого усилия далее сами собой будут двигаться с изречением имени Божия даже и без глаз. Далее, к всему движению языка станет прислушиваться ум и постепенно очищается от рассияния и приходит во внимание к молитве. «Наконец, может последовать и чудо снисшествия ума в сердце, как выражаются отцы, то есть ум, возвратясь в сердце, внезапно согреет оно теплотою божественной любви и уже само сердце будет без понуждения свободно с неизреченную сладостью призывать имя Иисуса Христа и изливаться с умилением пред Богом не беспрерывно пореченному асплю, а сердце мое бдит». Песнь-песен 5.2 Вот это на самом деле основа всего того, что можно считать православной культурой. Нет этой практики. в общем остается одна гордыня и спонтанность, уверенность в этой божественной близости, в твоем сродстве, а это собственно Сергея Радонежского слова, только просто его редко вспоминают. «Твое сердце», говорил он, «родственно Богу». Но, как вы понимаете, в этом есть одна радикальная ошибка. Мы с вами знаем сейчас, что сердце это орган кровообращения. Предки наши считали его, то есть оно гонит кровь по сосу. А предки наши считали его центром дыхания. И поэтому дыхательные упражнения опускали внимание в сердце, учили творить сердечную молитву. Это не так. Так какое же сердце имеется в виду? душа, интуиция. Интуиция это совсем восемнадцатая в данном случае. О чем речь-то идет? Ну, я ничего сложного не имею в виду. Нет, пока подождите. Я хочу сказать, что речь идет о неком внутреннем образе сердца. Гораздо точнее можно выразиться. Речь идет о внутренней клети, которую строит в себе человек, и называют это сердце. Вот это внутренняя клеть веры, где хранится огонь, божественный свет, божественное слово, которое невозможно запачкать. Вот когда оно создано, в некотором смысле это позволяет человеку делать все, что угодно. И, конечно, я вообще это не затрагивал почему-то, но конечно Исихазм считал, считает, что вместе с преображением сердца происходит и преображение плоти. То есть здесь вот эти самые персии и неразрывно связи. Дух снисходит в сердце в прямом смысле этого слова в Исихазме, то есть он нисходит в плоти. и человек пытается превратить свое тело в сосуд, в котором обитает Бог, в прямом смысле этого слова. В чем главная проблема главная проблема. Смотрите. Сейчас, если я найду эту цитату поскольку она крутится у меня в груди. Вот, например, это уже, как вы знаете, 18-19 век. Святой Феофан Затворник считает, что молитва Иисусова непременно обязательно для мирян, которые считают себя православными. сейчас, я пытаюсь найти одну замечательную цитату. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что человек приходящий монастырь и духовную практику и сихазм. У него была одна самая, на мой взгляд, сложно выполнимая задача, которую он, в свою очередь, тоже очень часто забывал, и, в общем, его можно понять. Дело в том, что он должен, это, по-моему, поломаться, что он должен был отказаться от мира при исполненной любви к миру. То есть, вот это сугубо внутреннее, окшельническое, умное делание в самой основе своей должно было иметь парадоксальным образом ту самую любовь к миру. И это та фраза святоотеческая, которой, в общем, та деталь, которая как-то все время упускается. И в некотором смысле, если брать все того же современного художника, ну, скажем, да, или современного человека вообще, этакого неосознанного псевдо-эссихаста, отказавшегося, то есть, не знающего, что такое исихазм, то он будет обязательно вам хаять окружающий мир, хотя он вовсе не церковник. Он будет утверждать, вокруг нас живет бес. Реальность порочна, она заражена демонами. В этом мире приоправит князь мира сего, его любить нельзя. А любить можно то, что есть внутри у меня, мою спонтанность, вот это вот мое самовыражение, мою еродивость. Я про что хочу сказать? Я хочу сказать, что вот есть и этот парадокс, про который я вам в таком количестве лекций все время рассказываю, про то, что, про двуприродность человека. До тех пор, пока человек его как-то не научится чувствовать, на самом деле, вот свершение этих подвигов невозможно. Отсюда появилось, отсюда появились ритмические монастыри, да, вот отсюда, потому что нужна и общественная жизнь, и слияние с этой общественной жизнью, и скит, где ты можешь жить в полном выединении. слишком многие за эти более чем полторы тысячи лет, там с киту и умирали блаженно. Не оставляя великим еще. Святы умирали, никаких, в общем, претензий к ним нет. Вопрос был примерно такой, самый традиционный вопрос, русский, между впрочем, он такой постоянный. Он меня спросил, Александр Геннадьевич, а Бог есть? Он это спросил, правда, по-другому. Он сказал, Александр Геннадьевич, но вы же врач, как же вы можете считать, что помимо мозга могут быть какие-то мысли? Сам же Константин говорит, что я должен придерживаться некоторой логики. И само это у умного человека, сама эта фраза «я должен придерживаться некоторой логики», она означает, что где-то в глубине души он, как русский человек, чувствует, что есть некая абсолютная логика. Ну, то есть, понятно, что он придерживается своей логики, я имею право придерживаться другой логики, но он говорит, нет, так нельзя, так не может быть. Существует некая абсолютная логика, вот ее вы должны придерживаться. Он это чувствует, но вот эту абсолютную логику Богом ни в коем случае называть не хочет. то, о чем мы с вами говорим в некотором смысле христианский, православный, психиатский, мистический, потому что вовсе далеко не только православию это было свойственно. Я не говорю уже о великих католических мистиках, например, о бенедиктинском ордене, который весь в целом и о тех же тропистах, которые молчальники, которые занимаются исключительно практиками духовного возрастания. И в общем я не говорю о бесконечном количестве великих мистиков западных, типа Валентина в перерыве вспомнила и Иоганна Скотта Риогену, который считал себя учеником и продолжателем дела Ригена в свою очередь. В общем, не с тем числа. Один мейстер-экхард чего стоит. Кстати говоря, все эти люди читались, почитались и переводились и обсуждались в России. И это тоже ну как-то такая забытая практика, поскольку я называю имена и в общем наверное только один человек в зале их помнит. я хочу сказать, что в действительности вот этот прорыв к причине бытия и к логике, которая лежит за пределами логики это бесконечно древняя практика и практика эта во всех культурах мира существует и в общем если очень сильно обобщать она всегда связана с одним и тем же ровно с тем или с двумя вещами на которых так категорически настаивает в том числе и исихазм. первое это принцип бесконечного упорного стереотипного повторения самый древний вариант упорного стереотипного повторения это священные танцы ритуальные танцы языческие танцы под ритм барабанов те самые танцы которые в общем тоже не осознавая этого пытаются возродить и восстановить рок-н-ролл вне всякого сомнения да ну поскольку рок-н-ролл это ведет свое происхождение вот блюз 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 это африканская музыка ведущая происхождение от ритма там-тамов в конечном итоге который может быть кто-то слышал в недавней передаче и в этом никто не сомневается да самый древний из описанных шаманских опытов я писал об этом в книге поиск видения если кому-то интересно там подробно довольно все это написано ритмические танцы до измождения вели к особому состоянию сознания и переходу в мир богов когда шаман мог получать возможность путешествовать в мир богов ритмическое пение удары в ладоши окружение суфиев которые тоже возводят танцы суфиев которые вы все можете все видели в Турции это практики такого же рода и вообще влияние взаимовлияние исихазма и суфизма до конца не изучено но никто не сомневается например в том что они оказывали друг на друга влияние однозначно и что суфистские практики в свою очередь потом влияли на русское имяславие то есть фактически всплеск светских и сихазских ну и светских и монастырских и сихазских практик уже в начале 20 века что еще тут очень важно понимать с точки зрения вот опять по сути утверждаю я страсть к рок-н-роллу это неосознанная страсть к богу страсть к богу за вычетом самого бога потому что это желание войти в круг постоянных повторений ну вообще говоря это состояние любой может исследовать на себе в течение двух минут и все вы его знаете это состояние связано с тем что если вы начинаете до бесконечности как испорченная пластинка повторять одно и то же слово ну любое например валенок через некоторое время я почему-то очень любую это слово вот через некоторое время звучание слово слово перестает быть знаком означающее отделяется от означаемого вы начинаете как будто терять его смысл вместе с тем оно если вы себя заставите такое упражнение сделать ну например сосредоточить свое внимание на слове валеном и непрерывно повторять его в голове ну хотя бы две минуты то вы заметите что эхо этого слова продолжает звучать гораздо дольше когда вы уже прекратили это все равно существует некоторый отзыв а? ну не знаю я не такой специалист по вибрации чтобы это утвердать я думаю что это довольно сложный комплекс и он связан с тем что там есть на самом деле достаточно я не буду ее рассказывать не потому что это тайна какая-то но исследований особенно всевозможных шаманских состояний сознания приведено страшное количество и поэтому даже последовательность того что происходит того что чувствует человек она почти всегда она очень подробно описана на самом деле это специальная антропологическая литература ее в общем не так сложно найти если захотеть я хочу обратить ваше внимание что до некоторой степени это продолжение наших предыдущих разговоров потому что ну скажем в некотором смысле усилия ученого который изучает какую-то волнующую его тему очень схожи с усилиями Исихаста потому что усилия ученого ну я имею ввиду в данном случае кабинет а не только кабинет ученого это например повторение одной и той же мысли раз за раз вот он ее крутит в голове и крутит крутит и крутит крутит эту же мысль ищет ее в исследованиях разных авторов он начинает ее замечать в исследованиях которые не имели никакого отношения именно к этой конкретной теме в конце концов очень многим это знакомо происходит очень странная вещь когда ты тратишь такое усилие просто никогда нельзя сказать сколько времени оно займет ты одним движением в библиотеке или дома снимаешь с полки книгу ее открываешь на произвольной странице и находишь вдруг мысль которой тебе так не хватало ночью это ведь и есть в сущности вот это то что я говорю бесконечное повторение это ведь главная неприятность и главная суть вообще всего того что мы называем усилиями одна и та же мысль одна и та же женщина один и тот же мужчина одна и та же наука одна и та же страна если уж говорить о скажем чувстве родины вот если мы тратим усилия на не механическое повторение не просто механическое повторение что делает шаман когда танцует он ждет когда на самом ну я не знаю там скажем про всех шаманов африканские шаманы оставили отчетливые точнее исследователи оставили отчетливые описания он и ждет знака богов знак богов визуально это возникновение некого вращающегося поля которое шаманы так и называют воронкой воображение ну это очень большая и такая сложная тема однако смотрите что тут важно почему я на этом так заостряю ваше внимание потому что вот это бесконечное повторение сохранением внимания направленного на то что мы услышим или неявный знак бога или богов или предков и почувствовать и почувствовать его присутствие и ощутить это то что неотменимо ни в одной духовной практике мира вот неотменимо и все поэтому любая нормальная духовная практика отрицает опьянение или все то что сегодня называют наркотиками потому что наркотик или опьянение отменяет внутреннее внимание мы сейчас не будем обсуждать куда оно уходит но огромная важность то есть наркотические растения использовались естественно шаманами но это были не собственно религиозные практики это была попытка показать как какое состояние должно возникнуть куда стремиться это школа по той простой причине что знаки вот этого присутствие появления мира богов предков причин всегда очень слабы всегда их очень легко перепутать с собственными иллюзиями всегда нужна колоссальная практика для того чтобы отличить свои собственные иллюзии но главное в этом вот это то что обратите внимание постоянно всюду и везде повторяется главное это сохранение кристально ясного внимания когда молитва начинает повторяться круглосуточно когда ее удается удерживать в сердце и во сне и наяву обычно не ранее второго года такой практики это способность появляется это означает например что внимание должно сохраняться и во сне поскольку во сне молитва тоже продолжает повторяться поскольку сон тоже надо очистить от помыслов и прилогов от этих самых бесов или демонов о которых мы с вами говорил самая главная метафора Амара Хаяма вообще суфиев она самая главная метафора это вино и опьянение я всегда смеюсь когда мне пьяницы цитируют Хаяма по той простой причине что Хаям простите был мусульманином он не мог пить вино ну никак и поэтому вино главная суфистская метафора божественного присутствия это подлинное опьянение конечно конечно это мусульманская практика поэтому это знак присутствия Аллаха просто на самом деле вещи эти настолько очевидны что их даже стыдно повторять но как-то мы их почему-то не хотим никак понимать хотя все знают что Хаям был арабским великим мистиком и поэтом и все знают что мусульманину а уж тем более мусульманскому поэту пить он никак не может ну никак и даже под поле поскольку видите ли он по нашим пониманиям в нашем понимании он учитель он публичный человек почему что у нас прекрасно у нас прекрасные переводы но это метафоры это пение о боге понимаете какая штука и каждая причем надо сказать что это ближний восток поэтому метафоры которые используют хаям практически в том же значении существуют и в ветхом завете и в новом практически в том же значении и на самом деле это все середина 20 века существуют расшифровки символов хаяма и существует огромное количество работ по суфизму в которых все это написано причем их столько в том числе популярно что мне даже просто ну понимаете как неудобно среди культурных людей вспоминать что есть Идрис Шах главный как бы проповедник суфизма на западе написавший такое количество правда потрясающих книг что ну в чем мне их повторять какой смысл существуют прямые комментарии к хаяму в больших количествах которые описывают все эти метафоры еще они существуют середина 19 века на русском языке то есть это все не является каким-то даже поводом для обсуждения однако мы упорно все равно говорим вот нет вы знаете может хаям пил подпольно понимаете как нет это я в том случае не не про обведение я про вот это внутреннее ощущение это невозможно потому что для того чтобы невозможно пить подпольно потому что главное условие любой такой практики не может быть пьяного шамана это ложь это не шаман не может быть пьяного шамана в ритуале не может по той простой причине что тогда это ложь тогда это не шаман Тогда это изделие современной культуры, тогда это споенная культура уже пришельцами туда. Потому что, понимаете, какая штука? В обучении и в играх с этнографами может быть все что угодно, но любой ритуал требует сохранения внимания, потому что никакие боги, и я это на протяжении всех лекций пытался объяснить, не являются в башку человека явно, потому что это сжигает, помните миф о Зевсе, который я вспоминал и рассказывал? Это уничтожает, это невозможно, потому что это лишает человека свободы. Голоса звучат тихо, к ним надо прислушиваться. Они, коль скоро мы говорим об отношениях любви, не могут быть явными. Я просто мне неудобно, потому что я повторяю. Понимаете, как вам сказать, есть у нас, мне одна дама пыталась объяснить, что у нас есть трезвый буддизм, и есть у нас буддизм, в котором употребляются наркотики. Второй буддизм никаким буддизмом не является по одной простой причине. Там тоже требуется внимание. Вот эти, когда я говорил про дза-дзен и про 20 лет сидения у стены, то у стены не просто надо сидеть тупо в неё вперевшись. Человек сидит у стены, потому что он отворачивается временно от мира и пытается сосредоточить внимание, чтобы услышать волю Бога. Как бы он звучит? Чего? Как бы он с Богом звучит в сознании? Понятия не имею. Правда, вроде бы. Почему не имею понятия? Потому что этому была посвящена вся предыдущая лекция. Ну, вся. Мы её так и назвали Бог в повседневном мышлении. Или... А, нет, нет. Предпоследняя, не последняя. Не пропустила, извините. Как бы... Как он звучит в нашем сознании? Ну, собственно говоря, как одна из наших мыслей, которая вызывает чувство долга. Но как одна из наших мыслей. Ни доминирующая, ни превосходящая, ни бредящая, ни приказывающая. Нет внимания направленного на эти мысли. Нет практики. Неважно какой. Научной. Никакое бесконечное повторение не поможет. Ну, как бы... Группа высокодуховной молодёжи Через ночь танцуют монотонные ритмические танцы в клубе. Многие достигают просветления. Ну, в общем, нет. Некоторые попадают в милицию. Там иногда наступает. Иногда нет. Почему? Вот это же ритмическое повторение. Это ещё какое? Прям монастырь на самом деле этот клуб. Одни и те же стены, одна и та же музыка, одни и те же рожи, в конце концов. Одни и те же устремления. Задачи нет. Нет внутреннего внимания. Внимание чисто внешнее. Ни о каком просветлении речи идти не может. Речь может идти только о привыкании. Каким образом возникает привыкание? Человек вот именно за счёт этих тысяч лет существования рода человеческого чувствует в этих состояниях что-то священное. Ведь, да, как бы, путаю, Генрих VI или Генрих VIII. Когда, по-моему, VIII, да, Генрих VIII отменил, отказался от власти Папы Римского и объявил себя главой Англиканской церкви. Огромное количество храмов было разрушено. Монастыри, во всяком случае, были разрушены практически все. Все украшения из храмов были изгнаны. Храмом стал театр. В Англии, в Лондоне было построено невероятное для того времени количество театров. Была театральная революция. Многие из этих театров в по сей день существуют. Они, как бы, в полуподземном состоянии находятся. Почему? Потому что театр стал храмом. Псевдо, конечно. Сейчас у нас ночной клуб. Это, да, это культовое место такое. Какой там культ? Абсолютно никто не задается этим вопросом. Культовое и все. Чем-то напоминающее священное. Что-то похожее там происходит на знакомые бессознательному священные процедуры, без которых человек на самом деле вряд ли может существовать. мы не можем существовать только одной рациональной логикой. Нам необходима вот та самая интуиция или предзнание, о котором я тоже неоднократно говорил. поскольку огромное количество ситуаций в нашей жизни нашу логику рациональную, хваленную ставит в полный тупик. Мы просто не успеваем анализировать поступающую информацию. и основываемся на том, что мы называем там шестое чувство, интуиция, спонтанность. Я на самом деле подозреваю... Тебя писать нельзя нам своевольно. Ты, лона дня, заря, и возлюбя из тех же чаш, где краски богомольно мешал святой, лучи сияют больно. Берем их, в них он умолчал тебя. Перед тобой мы громоздим иконы, как в сотне стен один иконостас. И если сердцем видим умиленны, в ладони лик твой прячем в тот же час. Когда б хоть раз так в сердце тихо стало, и все случайное, все, что мешало, все приблизительное, хохот рядом, все чувства с их неугомонным адом я смог бы выгнать бодрствующим взглядом. Тогда б я мог тобой единым садом, единым садом, тысячелистным на краю вселенной на миг улыбки мимолетной стать, чтоб жизнь, чтоб жизни всей вернуть тебя мгновенно, как благодать. Кто это написал? Хаям, небось. Хаям, наверное. Хаям? Нет, Хаям был короче и лаконичнее. Шекспир. Это рильки. Рильки. Перевод не знаю, не буду врать. Это рильки, этот цикл называется «Часослов». Он написан после того, как замечательная наша загадочная Лу Андрея Соломея, вот эта легендарная девушка, которая свела с ума Фрейда, была любовницей Юнга, который фильм недавно поставил этот самый опять забыл, этот самый забыл, как бы и которая привезла в общем юнговский психоанализ в Россию и свой собственный тоже, которая, видимо, натолкнула Фрейда на мысль о влечении к смерти. В общем, это была именно ее первая статья. Она притащила рильки в 1899 году, влюбленного в него по уши в Россию. И он здесь общался с Толстым, с Репиным, с Пастернаком и, в общем, дальше говорил, что у меня есть только две родины. Кстати, о родине, богемия и Россия. здесь и так как выразил вот так как он почувствовал этот эсихазм, сердце в ладонях, иконостас, в общем, мало кто из русских поэтов XX века так это чувствовал. Поэтому часослов стоит перечитать. я это к чему? Ну, его, кстати, звали Рене, а вот это имя Райнер, Райнер, теосовское имя, его уговорила взять Андреа Соломэ. Это не его подлинное имя. Так что это тоже интересная очень история начала XX века. Я говорю о некой, да, вот этой известной, то, что заражает Россию. Если хотите, все как-то ужасно кривобоко, потому что все русское, вот то самое сердце, если оно есть, вся русская мысль всегда была направлена вот на это, на соборность, на единение, на взаимопроникновение душ. на стремление к Богу прочь от реальности, которая заражена, да, еще раз повторюсь, над которой владычествует князь Миросин. и поэтому мы в свой нынешний индивидуализм тоже выпадаем как-то ужасно однобок, не замечая и не задумываясь ни о том, откуда идут его корни, и не чувствуя он такой весь, знаете, как недовылупившийся цыпленок. Мы вот пытаемся все время как-то вылупиться из яйца некоторого коллективизма, то в большевизм, то в анархизм внутри большевизма, то и все равно до конца не можем. У нас даже индивидуализм всегда был какой-то такой отчаянный на пределе. Вообще возможно, что особенности любого национального характера они вообще изначально в корне строятся как-то оси вот на той национальной практике соединения к тому, что над корой головного мозга вот соединение с причиной мыслей. Мне не хочется эту практику называть ни медитацией, ни там она сама характеризует то, что происходит потом с народом. Именно и поэтому она является некоторой центральной подлинно политической силой. Вот если человек задумывается об этом, помните, мы говорили о первородном грехе, об Адаме и Еве, Тайна у меня есть подозрение не говорите никому, что ведь любая упорная работа, любая упорная учеба это повторение, да, помните, повторение мать учения, сейчас уже даже не говорят, наверное, это в школах, как-то потеряла свой смысл. Это я позволю себе предположить, буду наглым, и предположу, что Бог хотел их научить именно этому. Внутренний голос может быть этим голосом? Внутренний голос с точки зрения того, о чем мы сегодня говорим, это прилог, соблазн, внутренний партнер, двойник великих романтиков. Внутренний голос ковбоя Джо из старых анекдотов, он явен, понимаете, какая штука? Внутренний голос слишком прост, чтобы быть Богом. Нет, ты про Юнга говорим. Юнга нет понятия внутренний голоса, это понятие из русских анекдотов. Опять же, я хочу сказать следующее, я хочу сказать, что на самом деле зачем нужна эта практика? Чтобы делать выбор, чтобы отличить добро от зла. Не существует рациональных способов различить эти абстрактные категории. Этого же хотели добро и зло. Этого же хотели Адам и Ева, правда? Когда согласились на соблазн змея, они хотели яблоко познания добра и зла. Как человек может почувствовать добро и зло? Правильно гласил лозунг Бориса Николаевича Ельцина на выборах выбирайте сердцем. Но только для того, чтобы выбрать сердцем, нужно поместить туда голос Бога, в эту внутреннюю клеть. Нужна и психиатская практика. А она основана на упорных повторениях и внимании, и отказе от мира при сохранении любви к нему. И никуда от этих условий не денешься, потому что им тысячи и тысячи лет. Помните, я ставил вопрос, которого сложнее нет по поводу тех же самых, ну, например, шаманских галлюциногенных растений. Вот вы себе представьте, ну, там, я не знаю, племя голых людей, без шерсти и без клыков, кроманьонцы, вот они такими же, точно такие же, какие мы, только без одежды и пистолетов, ну, с дубинками, появляются среди тропического леса. Ну, я думаю, что вы все по биологии проходили, что такое тропический лес, сколько там растений. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что процентов 80 смертельно ядовито. я уже не говорю о том, что какая-нибудь самая древняя из известных шаманских напитков, айехуаска, которые варятся из лиан с определенными добавками. Сами лианы смертельно ядовиты, для того, чтобы сделать их не ядовитыми, надо найти другие растения. Растения входят туда порядка 50 в этот отвар. Я сейчас не обсуждаю, хорошо или плохо. Я сейчас хочу спросить. Скажите, пожалуйста, каким образом первобытое племя от нуля могло их найти в тропической Сильве? Как они отличали изначально вредное от полезного? Представляете себе, с этим столкнулись русские наши мигранты, мигранты, эти не путешественники, как бы их назвать помягче, грибники, которые в общем у нас в 70-х годах искали глюциногенные грибы. Знаете, сколько народу потравилось? Это же страшно подумать, потому что отличить глюциногенную поганку или приготовить там отвар, соответствующий из мухоморов, это же яд. Я пытаюсь, я сейчас даже не об этом, я про то, что представьте себе, что племя. Как они вообще отличали съедобные растения от несъедобных в тропическом лесу? Вот ведь что такое отличить добро от зла? Это же не только моральные категории, они ведь сугубо физические. Эмпирическое способом. Как? Эмпирическим... Понимаете? Я не понимаю, каким образом подохла половина, каким образом вторая половина выжила. А инфекционные растения, ой, а инфекционные болезни, а разлокочен... И так как, да, ну, мне всякого сомнения, миф книги бытия это миф о происхождении разума, ну, у нас же вольная такая лекция, я же не хочу, чтобы вы со мной соглашались, я хочу, чтобы вы об этом задумались. То познание добра и зла в этот некий миг А, зарождение разума, да, об этом ведь миф книги бытия. Действительно не очень понятно. Вот эти первичные, минимальные, необходимые для жизни знания, они в отсутствии инстинктов, они не могли по запаху отличать ядовитое от неядовитое, нюхалка совсем не та у нас. Это означает, что какая-то, понимаете, вот какое-то, вот это голое животное, это же загадка, в этом происхождении его и есть, никак не получается эволюции, оно должно было обладать каким-то первоначальным набором знаний вот этого самого добра и зла, буквально, в прямом, конкретном, первобытном смысле этого слова. Это съедобно, это несъедобно, это опасно, это не опасно, это животное, которое можно дома держать, молоко получать, а это нельзя. Даже близко подходить. Ну, вы себе представляете, сколько хищник той эпохи, когда первые люди появились, мог сожрать людей один, беспомощный. Что они им могли противопоставить? Зубило каменное? Говорят, не сразу, Прометеи понадобился, вот ведь дело-то какое. Я хочу сказать, что все это, все Прометеи, это ведь миф о ком-то, кто принес первичное знание. Знание. Это и есть вот этот механизм отличия добра от зла. Он никуда не изменился, да, ты начинаешь познавать мир, участь с помощью непрерывных повторений. Тогда в тебе что-то щелкает. Ты этот щелчок потом как-то называешь с чувством долга, чести, достоинства, верой. А при этом ты должен все равно быть готов к упорным повторениям и к постоянному сохранению внимания. Не просто, понимаете, в чем дело? Дело не в том, что вот когда с дервишей они танцуют по кругу, да, вот с этими юбками знаменитыми. Никакого просветления не состоится. Он должен не только танцевать, он должен непрерывно сохранять внимание, направленное на это самое слово, или на Иисусову молитву, или на слово Аллах. Тогда внезапно чувства все те же везде и всюду. сердце, в сердце появляется огонь и тепло. Очень нежное, очень трепетное и ласковое. И на самом деле еще вот эта ловушка, этого тепла достаточно. Ничего, кроме него не нужно. А человек еще должен открыть дверь с Китая и принимать людей, потому что он теперь правда способен отличить добро от зла и может подсказать другому, что для него добро, а что зло. Вот это значит, да, сохраняя любовь к миру. Это отсюда старцы великие. А мы все надеемся вот это я думаю, что это и есть вот самое главное искривление, которого мы никак понимать не хотим. Когда человек ставит перед собой какую-то задачу лучше неразрешимую. У Стругацких в понедельнике, который начинается в субботу, Бальтазар Хунта говорил, что, по-моему, Бальтазар Хунта говорил, что зачем же нужно на компьютере решать задачу, про которую заведомо известно, что она имеет решение. Это зачем? И упорно добивается ее решения и сохраняет внимание к чему-то внутри себя, он всегда получает ответ. И этот ответ, знаете, вот он я на одну из цитат, которую он читал в первом часу, приписал возглас «ах». Ах. Вот. Я думаю, что у Архимеда это была Эврика. в обыденной жизни это «ах». Знаете, ты чего-то ищешь, ищешь, упорно, повторяешь, повторяешь, бьешься лбом об стену, бьешься. Потом внезапно приходят мысли, ты говоришь «ах». И так и сердце колет, и тепло становится внутри. Вот, собственно, так выглядит с моей точки зрения ощущение Бога. Правда? В обыденной жизни, не в такой, такая наша повседневная исихия, я бы сказал. И ты чувствуешь, чувствуешь, это та женщина, это тот мужчина, это та мысль, это та книга, это та краска на картине, это добро. А иногда ты понимаешь, что вот это тебе выгодно, и так надо действовать, и это правильно, вот так. И тебе все говорят, выходи за Васю, Вася, образец, идеал нашего времени, что ж ты дура, он тебе предложение делает, ты одна совсем остались, или еще что-то. А ты чувствуешь, Вася, это не то, ну не то, и тебя тошнит просто от Васи. Ты понимаешь, это зло, ну зло. А если сто процентов ложные подсказки, кто это делает? Мы сами. Опять же, понимаете, в чем проблема? Проблема заключается в том, что, во-первых, явно, это же вот все практики исихазма, берете и читаете, а особенно, но откровенные рассказы странника духовному своему отцу, ну может быть сто страничек, я не знаю, вместе с приложением. Я хочу сказать, поскольку это текст для простых людей, не для физиков тайных, честное слово, я хочу сказать, что опять же, вот это да, Феофан Затворник, это для мира книжка. критерий явная мысль или тайная. Вообще, когда она тайная, то явно все хорошо, ну все хорошо, все отлично, там, я не знаю, это правильный брак. И все хорошо, все хорошо, и мужчина тебе в общем нравится, и как бы что-то тебе явно говорит, ну что ж ты дура, надо соглашаться. А что-то в глубине не хочет, но не хочет и все, и так не хочет, что просто все дыбом встает. И оно, в общем, тайное, к нему прислушиваться надо, ему внимание нужно, оно не диктует, в отличие отъявлено. Поэтому это всегда тихие мысли, мысли, пробивающиеся сквозь мрак. Все, слышали то, о чем я рассказывал на предыдущих лекциях, все в двух абзацах исихасских наставлений все пишут. сначала ты уткнешься в темень, в темноту. И неким образцом является тот самый фрагмент из Исхода, который я вам читал, про Моисея на горе, который входит во тьму. Это всегда вспоминают в исихасских практиках всего мира и католики тоже. Это обязательный этап любых наших поисков, потому что ты начинаешь механически повторять и биться в бомб об стену, когда ты упираешься во тьму и чего-то не понимаешь. И тебя охватывает отчаяние. Если ты этой тьмы не проходишь... Кто мне рассказывал? Валь, ты рассказывала? А, рассказывала Вика о том, как она с буддистами встречалась, с юными. Что там было? Вика пришла на мусорку и там естественно шли какие-то реакции о том, что в Киеве в Барси 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 с доме в Барси в Барси Вот молодые люди, ну, как бы, вот, да, там, они подошли к Вике, которая там какое-то время провела в монастыре буддийском, она такая девушка активная у нас, она... А была Вика, да, здесь, она просто сейчас уехала. А? А какое касание? Не знаю, не помню. Но дело не в этом. Дело в том, что, понимаете, вот проблема-то в чем? Вся проблема в том, что молодые люди слоняются по разным мистическим практикам в поисках все того же яблока познания добра и зла. На самом деле, когда они просят Вику рассказать, они вот это спрашивают, в каком датсане, куда поехать, чтобы ух и просветление получить. Понимаете? Чтобы... Рецепт они ищут, таблетку, гяблоко, чтобы сожрать что-нибудь и вот мгновенно это почувствовать. И это самый страшный тупик, потому что на самом деле это упирается вот в это непрестанное повторение молитвы, мантры, танца, усилия, практики. И нету без этого выхода к сфере богов ни в одной культуре. Где-то там наркотическое растение могло, конечно, использоваться для практик. Но, во-первых, вы меня простите, там же ведь тоже огромное дерево, и искажений же было гигантское количество. Может быть, именно вот кисихасская практика, она настолько четко прослеживается, без замутнений, преемственность, что, ну, в общем, это та аутентичная школа, на которую, конечно, мы можем опираться, несомненно, потому что... А что касается современных взглядов на шаманизм, сколько мне известно, серьезные исследователи всегда писали, что древнейшие практики предполагали изнурительные танцы. И более того, ну, ладно, это уже истории совсем такие мои, они не имеют отношения к нашему сегодняшнему разговору. Я хочу, чтобы... Может быть, это самое главное в наших разговорах? Вот это вот, вот это, вот это ощущение, да, я пытаюсь контр-чудо некоторое сообщить. Я хочу сообщить, что благодать, это о благодати говорим. В Ветхом Завете это называется шахиной. Та же самая Божья благодать. Она без усилий не дается. И не должна. А Палама писал о постоянном присутствии энергий божественных в мире и в каждом человеке. Субтитры создавал DimaTorzok